Платить ли за место под солнцем? У нас все платные уже скоро станут. В Абруйск обсуждает строительство двух платных парковок в районе Центрального рынка. Хотят ли горожане порядка и на каких условиях, узнала Диана Унфольд. Остановить беду. Весенние палы – непрекращающаяся из года в год головная боль и беда для спасателей. Чем опасны палы, узнал Виталий Гаврусов. Пешком от диабета сегодня в городском парке прошел праздник, посвященный Дню здоровья. О скандинавской ходьбе и в пользе утренней зарядки Ангелина Дикон. Архитекторы Бабруйска выступили с предложением. Специалисты предлагают разгрузить запаркованность территории в окрестностях Центрального рынка организацией платных автостоянок. Схема для изучения размещена на сайте газеты «Бабруйское житье». Диана Унфольд о планах города и мнении бобруйчан. В базарный день возле рынка ни яблоку упасть, ни машине стать водители справедливо негодуют. Ужасные в любые дни, вы знаете, здесь постоянно не хватает места. И мне кажется, это будет вечная проблема, потому что ее никогда здесь не решат. Очень много машин, негде поставить, особенно когда приезжаешь там 10 часов. Нигде поставить нельзя. Где вы ставите таким образом? На платных стоянках еще, где-то. Здесь припарковаться, особенно в выходные, очень сложно и проблематично становится в два ряда машины. Чтобы упорядочить передвижение автомобилей и пешеходов, сделать поездку на рынок за продуктами комфортной и сэкономить время на поиск места для парковки, архитекторы города предложили вынести на обсуждение бобруйчан вопрос строительства платной парковки в районе центрального рынка. С организацией въезда-выезда со шлагбаумами, соответственно, организация видеонаблюдения, то, что это, скажем, в рамках и безопасности, и сохранности автомобилей. И, наверное, один из самых главных вопросов – это беспрепятственный выезд и заезд автомобилей МЧС. Водителям приходится быть предельными осторожно, дополнительно наблюдать за тем, чтобы не мешали. И, соответственно, может возникнуть ДТП, и наши сотрудники не успеют на помощь прийти к какому-нибудь человеку, которому необходимо будет в данный момент. Для стоянок рассматриваются два участка в границах улиц Урицкого и Чингарской, Бахарова и Комсомольской. Предварительная вместимость – около 200 машин. Не решат проблему, потому что очень много у нас машин в городе. А 200 машин – это как бы очень мало. Запаркованные дворы многоэтажек сегодня привычная картина в Бобруйске. Новые микрорайоны будут строиться уже с учетом автомобилей. Недавно вышло изменение в ТКП о том, что жилые дома, новое, проектируемое, будет обеспечаться 125% по количеству квартир. То есть, если, грубо говоря, 100 квартир в доме, то должно быть 125 парковочных мест. Сегодня в Бобруйске зарегистрировано 79 тысяч транспортных средств. Из них 72 тысячи – индивидуальные автовладельцы. Только за последний год количество грузовиков и легковушек в Бобруйске увеличилось на 10 тысяч. На рынок приезжают продавцы со всей республики и покупатели из ближайших районов. Это исторический центр города. Проезжие части не превышают 6 метров. К тому же, не меньше половины парковочных мест занимаются транспортными средствами лиц, осуществляющих реализацию товаров на центральном рынке. Все понимают, что ситуация с каждым днем будет обостряться. Я бы был бы только за, если бы была бы платная парковка, мне кажется. Много кто бы ставил, по крайней мере. По-вашему, какова цена должна быть? Ну, хотя бы за час. Ну, за час, мне кажется, до 5 тысяч приемлемо будет. Я, как сам автолюбитель, я к этому отношусь негативно. Потому что платная стоянка, здесь машин не будет тогда совсем. И куда они распределятся? Все распределятся по ближайшим районам, в частный сектор. Будут ставить где угодно, но не здесь. Сбор денег у нас и так происходит на дороге и на все. Организовать стоянки за эти деньги можно и довольно-таки просто. Сколько вы считаете доступная цена для того, чтобы на часок поставить машину? Ну, тысяч пять. Сколько вы готовы заплатить за час места? Ну, я не знаю. Тысяч десять, наверное. Я лучше тогда поеду на автобусе. На улице Чингарской предполагается организация одностороннего движения и диагональная парковка. Мир не стоит на месте. Надо расширяться, конечно, улучшать условия людям. Все правильно. У нас и так уже много всего платного. Я думаю, что человек приехал на базар, он должен поставить машину, купить и поехать. А платных уже вот так хватает. У нас все платное уже скоро станет. На сайте газеты «Бобруйское житё» размещена схема платных парковок. Власти города ждут мнения бобручан. Диана Унфольд, Константин Шевцов, Павел Зуев. Сегодня в Бобруйске. Огненная весна. В Бобруйске начались противопожарные рейды. Спасатели, экологи и врачи еженедельно будут ездить по городу и району и объяснять жителям пагубные последствия сезонного выжигания травы и мусора. Первый рейд со специалистами выехал Виталий Гаврусев. Люди гибнут, дома горят. Ежегодный весенний пал травы – настоящее экологическое бедствие исключительно по вине человека. У экологов, спасателей, медиков весна, лето, горячая пора. Надо успеть предупредить беду. В этот период времени проводим всевозможные рейды по недопущению сжигания сухой растительности и профилактике пожаров данного типа. Рейды специалисты будут проводить еженедельно вплоть до осени. Первый визит на частное подворье к семье Павленко. Хозяин дома Виталий – работник Белшины. Экзамен по правилам безопасности выдержал на отлично. Мне кажется, в лучшем случае мусор, конечно, увозить. То есть нас собрали и вывезли, потому что сжигать, с поля ветер, мало ли искры какие-то, сено, солома. За противопожарной безопасностью в доме и не только следит и жена Галина. Педагог по образованию, молодая мама двоих детей, сама была свидетелем огненной трагедии у соседей. Такого страха еще никогда не переживала, когда это все горело. И вообще нас дома не было, ехали с дороги. Я думала, что это у нас все горит. Супруги Павленко второй год, как сельские жители. Ремонт в доме и наведение порядка на участке в самом разгаре. Пенсионерка Марина Каримова – сельский житель со стажем. Поэтому участок в идеальном порядке. У хорошей хозяйки даже мусор идет в дело. Перед тем, как мы будем что-то садить, мы этот мусор собираем и впахиваем в землю. Как бы удобрение хорошее получается. Мы не сжигаем, мы практически вообще ничего не сжигаем. В Беларусь весна пришла в считанные дни. С температурой воздуха возрастает опасность самовозгораний сухой травы от небрежно оставленной, например, стеклянной бутылки. Спасатели считают не лишним напомнить и об ответственности зажигания травы и неубранный мусор. Статья 1557 предусматривает административное наказание от 10 до 40 базовых величин. В городе и районе только за этот пожароопасный период произошло 9 возгораний травы и кустарников. Два человека уже заплатили 210 тысяч рублей штрафа. Из недавней сводки 6 числа был пожар в Мстиславском районе нашей области. И предварительная причина, там имеются трагические последствия, погибла женщина 1931 года рождения. Предварительная причина – это именно сжигание баллов. Ядовитый дым загрязняет атмосферу огонь, выжигает верхний слой земли, уничтожает и биоразнообразие. С начала года до настоящего момента инспекции составлено три административных протокола. Штрафные санкции предусмотрены до 40 базовых величин. В жаркую и сухую погоду огонь быстро захватывает огромные территории, сжигает гектары леса. В огне горят дома и люди. К сведению, в 2015 году в республике было зарегистрировано 8126 пожаров в природных экосистемах. Более 75% приходится на возгорание травы и кустарников. В лидерах – Брестская, Гомельская и Могилевская области. В результате 21 человек погиб, 20 травмировано, уничтожено 276 и повреждено 243 строений. Виталий Гаврусев, Павел Зуев. Сегодня в Бобруйске. Шагаем вместе. В Бобруйске прошла акция под громким названием «День пешком». Стартовала из каждой квартиры, финишировала в городском парке. Здесь бобручан развлекали, тренировали и диагностировали. Ангелина Дикун с пешей прогулки. Акцию поддержали сотни бобручан. Мужчины и женщины пришли в парк, чтобы заняться физкультурой. Групповые тренировки на свежем воздухе от фитнес-клубов и инструкторов в третьей поликлинике заряжали эмоциями. Занимаете зарядки? Да. Четыре упражнения. Йоги я делаю всегда. Она помогает, конечно. У меня были проблемы с ногами. Вот я уже 14 лет занимаюсь гимнастикой, бегаю, так что все в порядке. Мне очень нравится. Если утром когда-то не сделаю гимнастику, ну по какой-то причине вот бывает, да, то я уже не человек на весь день. Плечом к плечу с Людмилой Константинной выполняют упражнения не менее активные и жизнелюбивые бобручанки. Женщины внимательнее относятся к собственному здоровью. Врачи рекомендуют максимум движений, минимум болезней. Задача этого дня, чтобы мотивировать население на здоровый образ жизни. И еще раз им напомнить, что все-таки здоровье – это не только природный дар, но и плод собственных усилий. Скандинавская ходьба, дыхательная и суставная гимнастика, адаптивный туризм. Программа праздника более чем насыщенная. Пешком от болезней уходят сотни. Еще десяток на подходе. Те, кто постарше, ограничились обследованием. На свежем воздухе горожанам измеряли давление, давали консультации. В кинотеатре «Мир» брали кровь на сахар. Ежемесячно посещаю первую поликлинику, хожу к участковому врачу, иногда хожу к врачу-эндокринологу, потому что я стою на учете по сахарному диабету. Ну и все остальное, и давление есть, и ИБС хватает. Нессякаемая жажда и ухудшение зрения – первые сигналы к обследованию. Порог нормального уровня сахара не выше шести. Здесь очень много зависит от самого пациента, как он за собой следит, как он соблюдает правила питания, как он выполняет рекомендации врача. Сладкая болезнь с горькими последствиями сегодня молодеет. Подобные акции людям в помощь напоминают о своевременной диагностике и культуре здоровья. Ангелина Дикун, Александр Ященков. Сегодня в Бобруйске.